Всем привет! Сегодня речь пойдет о создании автоматического мусоросжигателя. Подобные вещи я уже делал, но меня много просили переделать это под 1.5, и сегодня я покажу вам один из таких вариантов. Вот пример такой мусорки. Подходим, скидываем предметы, если сбросили что-то нужное, конечно же, забираем. Если только мусор, нажимаем на кнопку, и он сгорает в лаве. Перейдем к постройке. Для этого нам понадобится углубление 3х3 блока и 3 блока глубиной. В одном из углов устанавливаем блок и прокладываем редстоун через него следующим образом. Далее, ставим два повторителя. Крайний с полной задержкой, к середине с задержкой в один клик. Здесь устанавливаем компаратор и переводим его в режим вычитания. Это подобие генератора коротких импульсов. Когда сюда поступает сигнал, с задержкой в 0,1 секунду он будет обрываться, и сюда пойдет короткий импульс. Здесь, разумеется, располагаем раздатчик лицом вверх. Соответственно, короткий импульс заставит раздатчик сработать один раз, и потом поступает длинный импульс, заставляя сработать его во второй раз. То есть выплеснуть и забрать обратно лаву. Давайте поставим блок вот здесь и красный факел над редстоуном. Обратите внимание, что вот здесь и вот здесь блоки ставить нельзя, иначе они разорвут наши дорожки редстоуна. Далее, нам понадобится поршень, который будет перекрывать наш раздатчик. Здесь размещаем блок-крышку, здесь закрываем все лишнее вот так, так, еще один блок здесь, ставим кнопку, с другой стороны располагаем красный факел, он будет по умолчанию выдвигать наш поршень, и здесь прокладываем кусочек редстоуна. Все, наша схема готова. Осталось поместить в раздатчик лаву вот таким вот образом, закрыть все лишнее, и скажем, если наша схема находится на поверхности, то оформить ее как-то вот так. Но достаточно просто данную схему можно скрыть в стене, то есть использовать ее для оформления механического дома. Бросаем предметы, нажимаем на кнопку, и они сгорают в лаве. Кто-то может сказать, что проще использовать кактус или просто яму с лавой, но во всех конструкциях есть свои преимущества и свои недостатки. В любом случае, надеюсь, что данная конструкция вам понравилась, а на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание, не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok